Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня рубрика «Ответы на вопросы» и я выписал, как всегда, самые интересные, важные и очень острые темы, в том числе, кстати, в этом выпуске больше острых тем, касаемых общественных вопросов. Касается это каждого человека так или иначе. Ну, в общем, про здоровье, разумеется, тоже будет и духовное, и нравственное, и физическое. В общем, сейчас я быстро вам зачитаю темы сверху вниз, то есть вот письма, как я выписал, я прям сверху вниз зачитаю, о чем будет это видео, чтобы вы поняли, интересно вам смотреть или нет. Ну, полагаю, будет интересно. В общем, а потом начну зачитывать, объяснять, пояснять, комментировать. Ну, вот человек пишет и по прошлому видео из рубрики «Ответы на вопросы» «Ни секунды воды, все очень четко по делу, очень интересно». И вот человек спрашивает про политические события, то, что с самолетом Ил-76 случилось, так сказать, и до глубины души его потрясла подлость Запада, и, ну, я зачитаю и скажу. А вот человек написал по моему видео, не из рубрики «Ответы на вопросы», а где вот эту про даму Кэмпбелл, которая Наталья, Наильевна, там Кэмпбелл, Макбрай, вот такое вот прям четверное имя фамилия, по поводу поедания мяса и все такое. Протест написал, что тогда у каждого был бы рак, ну, если от мяса возникает рак. Ведь главное объяснил там, просто вот, ну, ладно, не буду сбегать вперед, поясню это. А вот человек пишет, что зря вы так про Сергея Савельева негативно, правда, что значит негативно, а в каком ключе я про него говорил плохо, ну, надо, наверное, контекст посмотреть, в каком, ну, я поясню. И он как раз помогает понять себя людям, кто запутался в себе, то есть он психолог, видать, ну, ладно. И пьет он, может, и коньяк, и сигареты, что это не факт, может, это типа муляж, что ли, так я понял, ну, в общем. И человек спрашивает, что гораздо важнее, а можно ли получить витамин В12 с помощью сочетания трав. И там он мысли оригинальную проводит, я это поясню. Далее письмо по поводу разводов. Очень острая, очень важная тема, что Россия по данным организации одной, там, ну, по-разному, в общем, на первом-третьем местах стоит по числу разводов. Дальше он там кое-что поясняет. И вот задает такой важный, риторический, я бы сказал, вопрос. А вот человек пишет, пожалуйста, ну, из-под последнего видео моего из рубрики ответного вопроса, не упоминайте про Шишонина, этого неучих клоуна-мошенника. Вот так его почему-то, ну, он обосновывает, почему называет его этот человек. Я, разумеется, так не объяснил, я только с одной точки зрения стороны подошел к этой проблеме, о чем, опять-таки, мне люди написали. Так, теперь человек пишет, зоопарки нельзя оставлять, ведь животные там мучаются в клетках, а задача зоопарка другая, поясню. Я перестал пить молоко, пишет следующий человек, уже через 2-3 дня у меня перестал болеть сустав. А вот, можно сказать, крик души. Я с родными всегда делилась вашими видео, и что в ответ они мне? Мол, реклама все это, а ты дура, что это слушаешь. Но зато мама потом идет в поликлинику из-за очередного укола, 10 тысяч рублей оставляет муж, затаривается в аптеке антибиотиками на 6 тысяч рублей, и все у них, типа, как будто так и должно быть. Это вообще просто, куда мир катится, это с ума сойти. Мы поговорим на эту тему, там письмо-то более обширное. Вот один мне претензию предъявляет на мои слова, что в хрусталя нет, а хрусталь то, что называют люди, это свинец со стеклом. И пишет про токсичность свинца в хрустале, всю эту херню вы сморозили. Ну и типа пытается объяснить, почему. Я поясню. А вот человек спрашивает насчет морепродуктов, что такие, как креветки, мидии, насколько они вредны по отношению к мясу и рыбе. То есть, если не мясо рыбы есть, а их, в плане, видимо, биохимии спрашивает человек, то есть, насчет белков, так сказать, высокомолекулярных, отвечу. А вот такой вопрос, одна из монументальных пропагандистов алкоголя, Татьяна Черниговская, такая есть, оказывается, я не знал, я вот потом посмотрел, спеца, опасно еще тем, что аудитория ее, студенты, молодежь и интеллектуалы. А вот что она делает, человек написал, давайте разберем, мне самому это стало интересно. Далее человек пишет про, так сказать, эпидемию в прошлом, которую сейчас пугают уже новый, более серьезный К-19, поняли о чем, да? Что великая жатва руками врачей была произведена, что это 30 серебряников, и за это они продали и совесть, и честь, и, так сказать, народ. Вот, ну вот, поговорим. Так, потом насчет дороговизны товара написала женщина очень интересное письмо. Следующее, про аписторхов, что в официальных источниках пишут, что они погибают при заморозке определенной, а вот профессор Хачатырян из Новосибирска говорит, что не погибает, и, так сказать, вот что нужно делать. Ну вот поговорим, тема-то важная. Этим паразитом заболевают очень многие люди, особенно кто сырую рыбу или вяленую ел, особенно из Сибири. Так, следующее, у меня мама поколения Сталина с Украины живет со мной сейчас в Германии. И вот, что она говорила и про Хрущева, ну и там еще про сайт вот знакомств для нормальных людей, ну кто не пьет, не курит, мясо не ест, вот для таких, потому что найти вторую половинку, как говорится, очень сложно. И вот тоже про это. Следующий человек пишет, очень хочу разбор донорства, а именно, стоит или нет. Нет, вероятно, речь идет про кровь. Ну, поговорим и в более глобальном масштабе. А вот это письмо от дамочки, которое под видео про мой разбор, вот этой Кэмпбелл, где она там по 2 килограмм мяса в день есть, советовала, что растения это вообще, собственно говоря, не питают человека и прочие оригинальные мысли. Так вот, пишет, а я там все по сути, по существу. Ну, она мне хамство, возведенная в принцип, но многим это нравится. Права, права была Пугачева. Ох, как пройдусь я по этой теме. Так что до этого, а это где-то 2 трети видео пройдет, последняя треть примерно по времени, обязательно посмотрите. Да, тайм-коды ставить не буду, потому что я для этого и зачитываю сейчас по порядку, что будет, какие темы освещать. Поверьте, все они очень интересные. Далее, простите, а она же пишет, а что такое Гомо Европа? Притворяется, что она не понимает, что я не в теме. Да в теме, в теме. Поговорим, я объясню популярно. А вот человек пишет, делайте разборы фильмов. Мы с удовольствием будем смотреть и участвовать в обсуждении. Вы знаете, это очень, я считаю, важная тема. Ну и как можно посчитать количество сахара в пище, задает вопрос человек. И вот об этом я сейчас буду вам рассказывать, пояснять. Итак, поехали по порядку. Из-под моего видео Ода Мясо. И давайте договоримся, я не буду зачитывать ему фамилию, ники, так называемые, вы их увидите на своих экранах. То есть, если захотите, паузу поставите и посмотрите, что это письмо, вот из-под какого видео, кто писал. Огромная благодарность за видео. Как всегда, посмотрел от начала и до конца. Нет ни секунды какой-либо воды. А только лишь бесценно важная информация. Моя любимая рубрика. Хотя все остальные тоже очень нравятся. И не менее ценные. Благодарю вас от души. Идем далее. Очень хотелось бы, чтобы Юрий Андреевич почаще освещал политические события. Хотелось бы услышать его мнение о сбитом самолете Ил-76. С украинскими военно-пленными, ну, которые на обмен отправляли там два борта. Один сбили. Украинские, так сказать, эти силы ракетами, по-моему, даже определили какими. Вроде Хаймерс, но я боюсь ошибиться. То есть, уже по обломкам ракет четко определили на борту. Вот. Меняется случай потряс до глубины души. И лживый запад даже и тут в этом обвиняет Россию. Да, это просто поразительно. И почему давно никто не говорит о гибели, да, Дарьи Дугиной и не ищут убийц, чтобы наказать. Вы знаете, по-моему, там искали, я боюсь ошибиться. Не узнавал сейчас. Вы знаете, скажу глобальный. И эти политические вопросы, общественно-политические, я обсуждаю на моем другом канале. Называется он «Совесть и подлость». Вы обязательно на него подпишитесь. Посмотрите, какие о чем там видео. У меня, конечно, время только 24 часа в сутки. Мне трудно, помимо основных своих дел, там вести несколько каналов и чтобы все темы освещать. Эта тема очень важная. Вы правы. И уже прошло, конечно, время. Но я попробую ее осветить там. А сейчас кратко скажу лишь, что сейчас, понимаете, время сумасшествия. Когда западный мир, он просто катится в пропасть. Когда то, что немыслимое, нечеловеческое, абсурдное, ну просто было и воспринималось обществом там на Западе как абсурдное, немыслимое, извращение. Это сейчас как норма. И какие-то доводы, аргументы, логичные, нормальные на людей там не действуют. Не на обычных, простых там людей, где есть нормальные люди, а на вот этих политиков, извращенцев. Заметьте, как правило, все в Европе вот эти политики нынешние не имеют. Детей, семьи или это гомики, извращенцы. И это такой селекционный искусственный отбор, который отбирают то самое мировое правительство, верхушка транснациональной корпорации, как хотеть, которая управляет этими странами в угоду, так сказать, своим интересам античеловеческим. Безусловно, это невыгодно ни народам России, ни народам, так сказать, Европы и даже США. Тут сразу Корея вспоминает с 51-53 годы, да, когда были инциденты и случайно, действительно случайно на аэродроме пулеметной очередью из истребителей американских было прошито там 12 поврежденных самолетов наших. Мы подали петицию протест в ООН, то моментально, так сказать, Америка и признала, и извинилась, и уволила командира части там, и другие санкции на себя, так сказать, наложила. И так было не раз. Сейчас то время, когда ты говоришь белое, а тебе говорят черное. И доказать это нельзя. И вы знаете, такие моменты, действительно, унять подонков можно только силой. Только силой. Вот как бы это кому не хотелось, потому что, как вы думаете, если сейчас уже такое сумасшествие, что будет дальше? Ведь всё понакатанно идёт. Это надо как-то остановить. Это надо, это по-другому невозможно. Есть такие вещи, когда, ну, не хочешь, а нельзя. Даже так. Поэтому необходимо. И да, им англичане приказали, они избили. Ладно, это потом обсужу на канале Совести Подлость. Идём далее. А вот теперь из-под моего видео, которое называется «Ода, мясо, разбор видео с Натальей Кэмпбелл, диета ГАПС», там, палео, корневоры и так далее. Вот один человек написал. Но тогда бы у каждого был рак, кто ест мясо, а он не у всех. А говорил я там такие слова, что если человек доживёт до рака, потому что часто человек умирает просто от инсульта, инфаркта раньше, чем бы он дожил до рака. Безусловно, любой человек, кто ест мясо, умрёт от рака, если он доживёт до него, потому что раньше он может умереть, и шансы тут высокие, 50 на 50, может быть, 70 на 30, что он просто раньше умрёт от инсульта, инфаркта и других скоротечных причин смерти. Я всё это много раз обосновывал. Например, в моём видео «Мясо надо есть», в кавычках, я вообще досконально всё это пояснил, да и там коснулся этого. Почему вы слушаете только часть слов, что с людьми вообще происходит, а другую часть, которая акцентирует, оговаривает, поясняет, не слушаете? Я ему только лишь ответил, по-другому даже уж просто не знаю, как злиться, смеяться или что, я ему написал, какая вкусная мысль, да вы гений, может, посмотрите моё видео «Семь причин рака». У меня есть такое видео, и там, в том видео, под которым он написал это, я говорил, посмотрите, и не раз возвращался к этой теме моё видео «Семь причин рака», груб даже факторов, оговариваюсь. Ещё глубже беру, это не просто причин, а груб причин. «Семь» не одна, не только в мясе дело, как и наоборот, может не быть, но потому, что есть определённые, вот, так сказать, причины более быстрой смерти, когда человек, отведённый срок жизни свой, не проживает уж даже наполовину. Так вот, вот вам видео «Семь причин рака», и будете думать перед этим, как уверенно писать тогда. А то любят писать, тогда бы, тогда бы, вот тогда будете думать. Далее. Добрый день, Юрий Андреевич, зря вы так про Сергея Савельева, он такой же, не буду сейчас, вот такие слова там, ну, ладно, умный я заменю, потому что неудобно про себя такие слова, там, восхваляющие говорить. Умный человек, как и вы. И занимается не менее важными делами, чем вы, да? Он как раз помогает понять себя тем людям, кто запутался в себе. Обычно этим занимаются психологи, но нет, любой человек может, если он умеет, так сказать, мыслить, правильно говорить, подбирать какие-то слова, фразы, мысли, которые помогут человеку, так сказать, успокоиться, встать на, как говорится, дорогу, там, это, так сказать, созидания, нравственных начал и так далее. Всего хорошего, в общем. Хотя бы тем, кто пишет всякую чушь. Если бы ознакомились хотя бы поверхностно с его трудами, то благодаря своему заслуженному авторитету смогли бы еще более эффективно повлиять на своих недоброжелателей. Мне, моего разума и возможностей выразить свои мысли вполне достаточно, чтобы самому без чьей-то помощи, так сказать, объяснить тем, кто не прав, в чем, почему и так далее. Кстати, я вас очень прошу, я тут вот исправлял, потому что я не могу, все подчеркнуто красным цветом. После запятой делайте пробел, после запятой сразу букву не пишите первую, пробел ставьте, все-таки вы закончили мысль, фразу с предложения, пробел делайте. Им просто необходимо пересмотреть не только свое питание, но и всю свою жизнь. А я что, только про питание говорю? Вы мне это говорите? Я как раз про жизнь очень много говорю. И с помощью книг Савельева начать меняться наиболее эффективно в лучшую сторону. Вы знаете, я не знаю, о чем книги его, я не знаю, про что там речь, поэтому не могу говорить, что там какая-то там неправда и ерунда. Может и много хорошего и правильного. Хотя, по его надменности, по его, знаете, вот выделыванию из себя. И главное, потому что все хорошее, даже если оно есть, перечеркивает, когда он пьет, когда он курит и когда он там, как то, что мне написал человек, и я это озвучил в прошлом видео из рубрики «Ответ на вопрос», что он там рассказывает смакую, как он там лабораторных кроликов или других животных жарит там или там как-то готовит и ест, то, извините меня, это пошло, аморально низко. А что касается алкоголя, это преступление, потому что если публичный человек, еще раз, в который я вам поясняю, значит, которому доверяют тем паче, и подсознательно подростки, как раз интеллигентные люди, студенты, подсознательно берут образ целиком, даже если они вычленяют что-то отдельное, всегда целиком. И многие из них начнут пить, те, кто был на перепутье, кто даже об этом не думал, не задумал, или кто думал, а потом рукой махнет по-разному. И вот такой человек будет повинен во всех последствиях, преступлениях тех, что совершат эти люди, в нерожденных тысячах детей, а может быть и сотнях тысяч, смотря аудитории, сколько посмотрят и, так сказать, возьмут его установки, в том числе подсознательно. В общем, это страшный преступник, любой человек, дело тут не конкретно в Савельеве, в нем, потому что про него зашла речь, а он известный человек. Плюс что-то он там нес чушь, и я это тоже в старых своих видео говорил по поводу там мяса, мясо там, разум человеку сделал, хомо сапиенс из-за мяса, ну вот это эволюционный бред насчет там важности мяса. Это, конечно, страшная чушь, и тут он несет только вред, но можно было бы с этим смириться. А вот самое страшное это про алкоголь, потому что это генное оружие, если нация не опознает, распознает алкоголь как генное оружие, она обречена на вымирание, что и происходит во всех русских, исконно русско-исторических провинциях, что называется, и областях. А то, что он нестандартно себя ведет, продолжает человек, так он, таким образом, может быть, становится ближе к тем, кто потерялся в своем развитии. Абсолютно нет, он этим, ну причем, ну как, кто потерялся в развитии, он что, будет тогда воспрянет духом от его поведения надменного и станет, что, ну, таким надменным, что ли? Нет, не станет. У него там заниженная самооценка, либо там проблемы, и это совершенно вы тут не к слову, не кстати сказали. Он просто восхваляется, он просто считает себя пупом земли, что, конечно, противно. И пьет, вот я же не строю себя там пупой земли, нормально разговариваю, общаюсь без всяких таких вот, вот этих вот, понимаете, фраз и, так сказать, заломов, ужимок и так далее. И пьет он, вот это смешно, он может и не коньяк, а чай, наверное, пьет, да? Ну, а это не, кстати, его никак, даже если вот это правда, хотя абсурд, ну, допустим, он пьет чай, но он выдает, это все же понимают, ну, как будто образ и коньяк, а если он только один знает, что он пьет не коньяк, то он просто подонок, потому что он делает и советует своим образом, своим поведением, установками своими, вот то, что он сам себя не гадит, свой организм не убивает, а он калечит и делает все, чтобы начали пить другие, тогда это хитрый вражин и подлец. Ну, если он пьет действительно коньяк, то, еще раз говорю, какой бы он ни был ученый, он, во-первых, идиот, потому что он себя калечит и считает бездарь, ну, по крайней мере, неуч, что он не понимает, вообще не осознает, насколько это вредно для организма, и он враг народа, предатель своей страны, что он приобщает к этому делу других. Пусть лучше бы пример брал с величайшего ученого, академика Павлова, ну, наверное, до которого ему никогда до высот гения не добраться, или с академика Бехтерева, если он что-то там рассуждает про мозг, насчет алкоголя. И сигареты, и это не факт, мне написали люди, что он не только пьет, но и курит в эфире, и я давайте сейчас посмотрим, я даже попрошу своего помощника вставить, вот курит он в эфире или нет. Покажите, пожалуйста, Виктор сейчас, как он там пьет, курит, есть такое, давайте посмотрим. Ну вот, сигарка готова, дымится, вкус необычайный, и надо сказать, что в таком комплекте сигарка является украшением не только стола, но и обонятельных ощущений. Когда вы делаете глоток, то что получается? Алкоголь попадает в организм, происходит растормаживание. Небольшие дозы, как любого лекарства, они действуют очень позитивно. Здоровый образ жизни очень полезная вещь, но абсолютно бессмысленная. В здоровом теле здоровый дух, на самом деле одно из двух. За вас. Ну вот, главное стать ближе к своим слушателям. Зачем? Ну и что вы этим хотели сказать? Что он типа показывает, я рубах-парень такой же пью и курю, как вы? Это что, ради какой-то великой цели? Нет. Это не честно. Это популизм, и это в этом случае. Это низко. Ну дальше, ладно. Ну и вот теперь другой вопрос от этого же человека. А как можно получить витамин В12 с помощью сочетания трав? Никак нельзя. В травах его нет, а посредственно можно. Каким образом я говорил в своей лекции про В12? Ну кратко повторю то, что суть. Растительная живая пища, клетчатка, является пищей для наших симбиотических кишечных бактерий, определенных групп бактерий, которые в результате переработки поедания этой клетчатки, то есть в результате своего метаболизма вырабатывают нам, в организм, а мы это получаем, разные витамины и иные питательные вещества, в том числе витамин В12. Но это происходит в толстом кишечнике, как ученые многие считают. А из толстого кишечника типа не всасывается в кровь, хотя это, конечно, чушь, потому что, вспомним, что 90% примерно плюс-минус воды, которую мы выпиваем, витамин всасывается именно в толстом кишечнике. А В12 это какой? Жир или водорастворимый витамин водорастворимый? Тогда вопросов не остается. Другой вопрос, насколько проблема у человека или нет проблем, или есть с кишечной микрофлорой? Есть ли дисбактериозное состояние, сибра и прочие проблемы? Но это уже отдельный вопрос. Так что опосредованно для этого не надо даже травы никакие сочетать. Вы будете, допустим, есть квашную капусту или там салат, и если у вас нормальная микрофлора, и она не подавлена патогенной, нет проблем с кишечником и с разными сдутиями газами и так далее, то тогда, в общем-то, В12 будет синтезироваться. Поэтому есть те веганы, сыроеды даже веганы, которые не испытывают дефицит В12 витамина, а есть те, которые испытывают очень серьезно. Но есть и мясоеды, которые испытывают дефицит витамина В12, так что здесь не веганстве, сыроедении или мясоедении, а совершенно дело в другом. То есть дело тут в проблемах с кишечником и еще разными другими проблемами. К примеру, мясо состоит, вот человек пишет, из там 24 микроэлементов, но оно, наверное, состоит еще из белков там, жиров там и так далее, которые содержатся в травах. Да в травах гораздо больше минералов содержится микромакрилями. Возможно ли такое? И какие-то травы, в какой концентрации это возможно? Нет, невозможно. Пояснил уже. Ну и вот, что благодарю. И согласитесь, Юрий Андреевич, что это интересный вопрос. Да, но я на него ответил вам. Идем дальше. Благодарю, Юрий Андреевич, как всегда, приятно слушать. По поводу разводов. Россия, по данным одной организации, надо было написать, какой его, в 2023 году, заняла третье место по числу разводов. Если быть точнее по статистике, 85% людей, заключающих брачный союз, разводятся в течение одного-трех лет. Ужасно. Даже если это не совсем так, то близкое к этому, ну, очевидно, что очень много. И это только официальные данные. А сколько людей не регистрируют свой развод? Ну, да. На втором месте Казахстан. Там население всего 20 миллионов против 146 в России. Кто-то сейчас начнет писать, у нас на самом деле 40 с чем-то, это все ложь. Ну, ладно, ладно, не будем про это, да? На первом месте остров Мальдивы с крошечным населением 500 тысяч. В общем, если смотреть на число проживающих и разводов процентов, то Россия должна быть на первом месте. Это абсолютный рекорд, который легко можно записать в книгу рекордов Гиннеса. Получается, самая неудачная сторона в мире, чтобы искать свою вторую половину. Ну, в смысле, в этом плане не повезло, человек так вот рассуждает. С вероятностью 85% в течение одного-трех лет может случиться развод. Не, ну, может, это много чего может случиться, но хорошо, теоретически. Так, ну и к чему вы это? Просто как крик души? Или вы к чему-то, так сказать, вот призываете? И вот человек пишет далее нам крайне необходимые разумные люди. Вы на верном пути, благодаря вам и другим неравнодушным, разумным людям, таким, как вы, становится больше. В общем, таких людей становится больше. Еще раз благодарю за видео. Всех благ и крепкого здоровья. Я вас тоже благодарю. Конечно, и вам здоровья, но я, конечно, должен тут пояснить, да, что да, разводов очень много. Это очевидно. Это, конечно, горе и беда. Давайте поговорим, почему это происходит. И это происходит по нескольким причинам. 30, даже более 35 лет назад, ну, вот помните, Американ, бой, уеду с тобой, Москва, прощай и так далее, пренебрежительность стала насаждаться в обществе отношением к простому человеку, к труженику, к Советскому Союзу, к нашим идеалам и великим свершениям. Это стало гнобиться. Понятно, кем. Понятно, что предателей нашли в Советском Союзе, глумливцев, тех, кто через кинематографы и театры прославлял низменные самые вот эти пороки и пошлость, насаждал их в массы. Это то, что было прописано в гарвардском проекте директива Алина Далеса по отношению к СССР. Вот это 20, как там она, 20 дроп 1. Кинематограф также стал насаждать как норму жизни, измены, разводы как следствие. Плюс добавим к этому причину, то есть первое падение нравственности, морали, которое расшатывалось и не случайно, а потом вспомним там эти десятки, сотни передач, таких как про это, растление, а где растление, разврат, там разводы. Потому что человек развращенный хочет что-то больше, другого, показанных, острых каких-то ощущений, как там главные герои из фильмов американских в основном и прочих, что тут, всякие порно-журналы, а потом уже пошли и сайты, и интернеты. И, естественно, всё это растлевает с малых лет, потому что вот в этих тыкалках, смартфонах, теперь и дети сидят. Что вы хотите? Они хотят брать от жизни всё, как приучили эти твари. Всё. Отдавать обществу ничего. Ты пуп земли, вокруг тебя крутится весь мир, значит, твоя жизнь ценнее всего. Предательство – результаты этого, так сказать, чувства родины нет, это результат вот этого. Вся эта беглая сволочь, которая ненавидит свою родину, но тут жила, потому что больше зарабатывать может и так далее, подонки все это, вот всё оттуда. Это всё тлетворное влияние, как говорили раньше Запада, что карикатурно стали воспринимать потом, а ведь это абсолютная правда. Да, начиная с 60-х годов. Отношение к труду, к жизни, к обществу, к стремлениям, шуточки, издёвки, потом открытая ненависть. И вот всё это. Плюс у людей нет установки, вот как у меня, например, установка была. Я, например, она была подсознательная, не то, что мне кто-то говорил, а родители об этом не говорили со мной. Но она у меня сложилась естественным ходом жизни, потому что я смотрел, кстати, вот почему так важно действительно мне этот канал сделать и разбирать глубоко, как я умею, аналитически все аспекты, нюансы наших фильмов, в том числе старых советских. И вот я хочу вам сказать в этой связи, что вот я смотрел в детстве очень много фильмов, начиная там с старых 30-х годов. И вот очень переживал, вчувствовался и так далее. У меня был стержень естественным путём, ну и подсознательно, конечно, в том числе семьёй, данные мне подсознательно, но в первую очередь обучающими примерами были фильмы, что такое хорошо, что такое плохо. А это было понятно, явно, очевидно. Это душа чувствовала. И у меня была установка естественная такая, что один раз полюбить и на всю жизнь, и по-другому быть не может, а по-другому это предательство, если ты изменишь или что-то такое, даже в мыслях нет. А человек, понимаете ли, в чём дело? Своими мыслями формирует образы и будущее своё. Это абсолютная истина, это жизнью подтверждает. Сила мыслей человека, его образов, его стремление очень высока. Поэтому какие образы сейчас? Какие были 30 лет назад? Ну вот такие, беря от жизни всё. Преданность, верность, честность уже были не в почёте. Вот и беда, вот оттуда ноги растут, и потому такие вот разводы. Потому что надо жениться или замуж выходить. И видеть, понимать, чувствовать человека. И хорошо познакомиться, разумеется, чтобы субъективные, с объективными критериями, с чувствами совпали. Вот всё это вместе. Что это вот твоя половина, что называется. Ну и тогда, тогда, так сказать, что вы одного, как говорится, поле ягода. Одни взгляды на жизнь, стремления. И пойдёте по жизни вместе, как говорится, навсегда. А все эти разводы, вот всё это, это, конечно, ужасно. Что тут делать, как воспитывать таким образом, чтобы это действительно естеством стало. Ну вот как для меня, например, или для других нормальных людей. Я, конечно, знаю. Стоит ли об этом отдельно сделать какое-то видео, мощный психологический разбор и, так сказать, программу, установку такую, так сказать, дать. И как? Ну я, в принципе, уже коснулся, и человек сам может развить эту тему. Но я могу это сделать, если будет интересно. Идём далее. Один человек написал. Юрий Андреевич, уважаю вас, спасибо за видео. Но, пожалуйста, не упоминайте про Шишонина, неучи, клоуна и мошенника. Плакаты с ним висят по всей Москве. Позорище. Он стариков оставляет без последних денег за псевдолечение. Ну, я про это ничего не знаю. Если верить человеку, и он сам не ошибается, говорит абсолютную правду, то это, конечно, ужасно и просто нет слов. Наверное, одна из самых страшных преступлений, когда действительно стариков, заслуженных, уважаемых людей, так сказать, вот такое творят. Когда деньги не пахнут, что называется. Неважно, кто ты. Врач, профессор, академик или любой другой человек любой специальности. Если это так, это преступление, за которое надо отвечать, как говорится, не по всей строгости закона, а гораздо строже. Развод по факту на гробовые деньги. Но это не дай бог, если это так. Почитайте о нем, что пишут люди, что он не лечит никого, обманывает. Но я могу только попросить людей, кто знает об этом что-то, написать сюда под этим видео. Конечно, все это надо проверять. Бывает, что и наветы могут быть. Но если так приводятся конкретные факты, которые невозможно опровергнуть, которые очевидны, но самими людьми, вот, например, пожилыми, и они обосновывают, и таких много писем, ну что, тогда неужели такое может быть? Так сказать, всегда не хочется верить, что врач какой-то может вот так подло жить. Ну, я зачитал, потому что действительно, может быть, кто что знает и напишет. Так, идем далее. Даже зоопарки, пишет человек, нельзя оставлять, ведь животные там мучаются в клетках метр на метр. Ну, кто-то в таких, кто-то, конечно, в больших вольерах, но идея понятная, и я с вами согласен. Не говоря уже о контактных зоопарках, ну да. Да, ну тут давайте так скажем. Вообще, вот в 80-е годы я там писал какую-то там, ну как это называлось, в общем, работу про малазиатских тритонов. Ну, разведение в неволе и выпуск в природу, и участвовал даже в этом. В общем, суть такая, суть такая, что цели и задачи зоопарков вообще не те, которые вы себе представляете. Никакое отношение зоопарки не имеют к просмотру, осматриванию гражданами животных. Это, знаете, как вспомогательно появилось, да. Но цели и задачи зоопарка заключаются в сохранении редких и исчезающих видов животных и выпуск их в природу для поддержания популяции и для сохранения вида редких и исчезающих видов животных. Вот цели и задачи зоопарка. И все. И поэтому зоопарки нужны в этом смысле. Но коли человек такое сотворил, что благодаря его деятельности многие виды животных погибают и многие уже исчезли с лица земли, то это его задача, святой долг. Другой вопрос, что нужно содержать животных достойно, что, так сказать, метр на метр это немыслимо. Ну и что касается контактных зоопарков, понимаете, здесь вот беда ведь такая, что в городах в основном сейчас живут люди и как детей маленьких, так сказать, вот показать приучить или, как сказать, любви к природе, да, выезды на природу, да, какие-то сплавы по рекам, что-то такое, походы. Это очень важно, это нужно и правильно. Кстати, я несколько книг сейчас смог купить, очень интересный книг, ну для своего будущего музея. И вот эти книги, начало 50-х, сталинские книги про то, как проводить игры и как пионерам, и как разного возраста детям игры вот на природе. А какие? Это ценнейшая информация, вообще по этому поводу я, наверное, потом сделаю отдельные видео. И видите ли, в чем дело? Контакт с животными обязательно должен быть, чтобы человек будущий, ребенок нынешний, вырос хорошим человеком. Без этого невозможно быть нормальным, хорошим, приличным человеком. Так вот, не все могут или там родители не позволяют завести там кошечку-собачку или что-то, кого-то еще вернее. Но, наверное, такие учреждения, контактные зоопарки быть должны. Ну, например, опять-таки, пока существуют люди, которые выбрасывают бедных животных. И, конечно, есть приюты. Но, сами понимаете, в приютах хуже, как правило, ситуация, обстановка, уход, чем все-таки в контактных зоопарках, так называемых. И вот их создавать все-таки, наверное, пока стоит. Тем более, коли человек так отдалился от природы, а как наладить контакт? Как понять, вот, кошечку-собачку ты заведешь, а будешь ли ты ответственность нести? И вот тут глубже. Я бы это с просвещением совместил бы. Ну, как зоологические кружки были когда-то в советских школах. Особенно вот старые времена, там, в 40-е, 50-е и еще 60-е годы. Это живой уголок от учителя биологии. Есть тоже такая книга старая. Очень ценная информация. Так что здесь только нужно подходить вот с умом, с разумом и совестью к этому вопросу. Надеюсь, я пояснил. А вот человек пишет, добрый день, я перестал пить молоко уже 2-3 дня. У меня перестал болеть сустав в правом локте. Когда понимаешь руку, болел локоть, сустав в локте. Сейчас намного лучше, боль прошла. И вы знаете, да, я ведь видео выпускал о молоке, где это все пояснял почему. И какая связь, значит, проблем с суставами и именно с молоком. Так же, как и связь прямая с сахарным диабетом первого типа, не путайте со вторым. Первый тип аутоиммунные заболевания, когда разрушаются бета-клетки, островков лангерганса. Это участки поджелудочные, которые синтезируют гормон инсулин, который проводит глюкозу в клетку. Но такая беда возникает именно по причине потребления молока. Почему, что, к чему, ссылку я оставлю вам в описании под этим видео. Вообще, я забыл сказать в начале, что все то, о чем я буду сейчас говорить, ссылки на все видео, что я упомянул в той или иной связи, на все оставлю вам ссылки под этим видео. Будет единая ссылка. Вы нажмете, активная ссылочка, зайдете на мой сайт youfrolov.blog, на страничку, где пошагово сверху вниз будут те самые ссылки на те видео, которые я рекомендую посмотреть, о которых я говорил. Или на какие-то товары, о чем пойдет речь, если пойдет. Вот таким образом. А еще я вам советую, очень вам советую, понимаете, если есть уже какие-то проблемы с суставами, но пока не такие, когда вы сгибать уже конечности не можете, дело поправимо. Я вам советую обязательно мазать 2-3 раза в день с двойным подходом гелем для суставов. Этот гель, обладая трансдермальным проникновением, он восстанавливает хрящевую ткань и даже межсуставную жидкость, это очень важные тысячи людей избавились от проблем с суставами. Я вам советую, ссылку на него я оставлю, именно этот гель для суставов. А плюс ко всему я бы вам посоветовал использовать изделия с микросферами. Они обладают таким интересным свойством из известных науки. Когда они, благодаря своей пустой внутренней сфере и материалам, из которых сделаны, они отражают тепло человека, инфракрасные лучи, которые вырабатывают, ну, излучают наши клетки, обратно отражают в тело. В те участки тела, например, вот локтевая повязка есть, вот они будут отражать именно в локоть ваш. У кого колено, в колено, вот это тепло. Тем самым увеличивается кровоснабжение, а те самые вещества, которые должны проникнуть в сустав, проникнут лучше, быстрее, как говорится, эффект будет быстрее и ярче. Но вот это мой вам совет. Конечно, ссылки на, во-первых, плейлист по микросферам, чтобы вы могли изучить, понять. И там много видео. И на сам товар, на, вернее, группу товаров, ведь там очень много изделий, три странички. Вы зайдете по ссылке, там не одна, имейте в виду, вниз не все замечают, доходите, там вторая и третья страничка. Ну, на любые участки тела. Есть и капсулы, в которые человек целиком помещается, и это, конечно, эффективнее всего. И подушки, которые можно приложить к любому участку тела, удобно. Ну, и другие. Так, следующее письмо. Спасибо вам за информацию, знания и рекламу. Так, здесь не совсем как-то по-русски сказано, но вот я зачитаю, как есть. Это само собой. Эксперимент по здоровью не одну теорию говорит, а приводит практические рекомендации и предлагает пути решения проблемы. Ну, наверное, человек хотел сказать, что я предлагаю вот эти вот решения проблемы, говорю важные вещи. И вот я с родными всегда делюсь вашими видео. А что в ответ они мне? Реклама, ты дура. Знаете, есть такие люди, быдло, по-другому я их назвать не могу. Ну, наверное, разум человеку дан для того, чтобы, во-первых, слушать. Ну, ты можешь согласиться или не согласиться не по той причине, если ты человек с большой буквы, что тебе это не нравится. А потому, что я не привел в пример те аргументы, которые бы абсолютно доказали мою правоту. Ну, или не мою, дело не во мне. А правоту того, вот, факта или, так сказать, проблемы, которую я вот ставлю на повестку дня. Я ее аргументированную объясняю. А вы попробуйте привести, разумеется, научные аргументы обратного. Попробуем продискутировать. Научных аргументов тому, что я говорю противного, я никогда не слышал. Что касается практической стороны дела, то тысячи людей вылечились благодаря моим рекомендациям, методикам, комплексному подходу к здоровью. Кто говорит, не имея на это никакой права и основания, что все это ерунда, ты дура, что это слушаешь, это быдло и дебил. Я это говорю очень мягко, потому что на самом деле, ну, это просто невозможно. Такого просто человек позволять себе не имеет никакого права. А если имеет право, так не обижайтесь, быдло и есть тогда, ну, что тут. Ну, вот, и после этого мама идет в поликлинику за очередным уколом за 10 тысяч рублей. Муж затаривается в аптеке антибиотиками на 6 тысяч рублей, все окей. Все счастливы, но нездоровы. И самое смешное, ко мне претензии, почему ты не болеешь ничем. Вы представляете, до чего дожили? Ну, вот это вот от гнилого нутра человеческого. И, казалось бы, ты родственник, должен радоваться. Но видите, какие есть гнилые подлые людишки, что даже родному человеку они злятся от того, что они... А я объясню, почему. Потому что они хотят так жить. Они хотят плыть по течению. Жить привычно. Жрать любимое все подряд. Такие люди говорят, а для чего еще жить? Я только для жрачки и живу. Ну, и все такого рода. И они понимают, наверное, подсознательно, что они неправильно живут. И привычки их вредны, и зависимости, вернее. И они злятся даже на себя, может быть. Но возмещают эту злость вот на окружающих и даже на самых близких людях. Видя, что они-то как раз правы, а их это злит. Потому что им слабо. Они не такие. Они слизняки. Вы представляете, если с точки зрения опросовести и разума, почему ты не болеешь, а не злятся от этого? Почему таблетки не пьешь? Ты над ними пытаешься возвыситься. Вот, вот, вот. Искаженное сознание примитивных людей вот такое выдает порой ужас. Такое полилось на меня, когда я стала веганом. Идея одна. Своим правильным питанием и образом жизни. Распространением пользы. Ты как бы оскорбление наносишь тем, кто не может, не хочет быть таким или что-то менять в своей жизни. Да, вот это страшно. Вы знаете, я вам очень благодарен за это письмо. Я только прошу вас и других людей, не ставьте туда эти поганые рожи. Ну, не калечьте русский язык и образность слова. Понимаете? Нам достаточно нашего великого русского языка, чтобы объяснить всю гамму чувств. Всю картину, так сказать, описать, как оно было. Передать любые эмоции. Не нужно вот эти поганые рожи. Они отупляют человека. И они поганят русский язык. Я вас прошу, никогда не ставьте эти так называемые смайлы, смайлики и перерожденные смайлы, которые уже просто стали рожами. А тогда вы подняли очень, очень характерную для многих тему. Я надеюсь, что многие люди напишут сейчас. А вы напишите, не постесняйтесь. Вы такое замечали среди, так сказать, ваших родных. И не только темы веганства, там и вот здоровья даже, а вообще, в принципе, когда вы правы, вы своей правдой, так сказать, им говоря, вот вы их как-то смогли, видимо, задеть, устыдить, разозлить. А они понимают, что вы правы, но не могут быть такими, не хотят, потому что им проще жить по-другому. И они вместо того, чтобы честно сказать, что да, я слезняк и вот такой вот никчемный человек, но я слабый и я хочу вот так жить и сдохнуть быстрее, лишь бы, так сказать, я бы просто шляпу снял. Это было бы честно. А эти люди, как уж, не то, что даже как уж изворачиваются, а просто лгут себе нагло и злятся, и срывают свое зло и гнилое нутро, выливают желчь на близких людей. Подло. Ну а теперь следующее. Про токсичность свинца. Ну вот тут я зачитаю, что это не просто кто-то, а аж Фантомас. Так вот, Фантомас пишет, что про токсичность свинца в хрустале. Этого херню сморозили. Но давайте разберемся, почему. Просто не нужно хранить алкоголь в хрустальных сосудах. А в остальном никаких проблем с использованием. Если забыли упомянуть про посуду из циркони, я, может быть, забыл еще упомянуть про посуду берестяную. Да мало ли про какую я забыл. Причем тут циркони. Но вы еще приведите в пример древнеегипетские амфоры из, так сказать, базальта там серого. Вот давайте так тогда, может быть. Довольно редкая штука. Но такая же нейтральная имеет ряд полезных свойств, как и титан. Я полагаю, уважаемый Фантомас, что посуда из титана продается буквально на каждом шагу в плане интернета. Открыл, набрал в Яндексе, например, посуду, купить посуду из титана. И вы сотни сайтов увидите от туристических до там прочих и можете купить. А вот посуду из циркони, я полагаю, купить гораздо труднее. Я также могу предположить, что она еще дороже, чем посуда из титана. А смысла в этом, в общем-то, нет никакого. А насчет полезных свойств циркони, что браслеты там в 90-е годы носили, то это еще, так сказать, нужно доказать. Ну, а что касается теперь главной темы, что я херню сморозил. Значит, запомните, вероятно, вы на моем канале случайно, мимолетом-пролетом. Но если вдруг чудо произойдет и вы смотрите это видео, послушайте внимательно. Я чушь, херню никогда не несу. Мне плевать на свое мнение. Я человек с сверх обостренным чувством справедливости. Я говорю всегда истину, потому что просто факты. Ну, вот, теперь поясняю. Вы пишете далее, что просто не надо алкоголь хранить в хрустальных сосудах. С вами все понятно. Алкоголь пить разумный, нормальный человек и порядочный не будет вообще. Алкоголь пить мерзко, подло, паскудно. В обществе алкоголя вообще не должно быть. В организме человека, отдельно взятого индивида, не должно быть этого яда, этого наркотика, этого протоплазматического яда. Этого генного оружия. Что касается, долго хранить, само собой, чем экспозиции, дольше выдержка, тем переходит больше вещества в непосредственно, так сказать, алкоголь. Но, когда мы видим эти пирушки, в основном по большим праздникам, когда достают из трюмо или еще откуда именно вот хрусталь, чтобы, так сказать, показать значимость праздника или уровень достаток хозяина, то попойки эти происходят как раз тогда в основном. Но, значит, алкоголь часто, поскольку это часами происходит, находится в фужере долго. Если он находится не несколько секунд, налил, выпил, то это совершенно другая ситуация. Тогда там может и час, и два, и такое мы знаем. И вот тогда там будет много свинца. Но теперь я вам скажу то, что, к сожалению, скорее всего, вы понять не сможете. Что есть не только влияние веществом, но и информацией. Дело в том, что любое вещество через жидкость передает информацию. И вещество, конкретно тяжелый металл, свинец, находящийся в так называемой хрустальной посуде, а это не хрусталь для тех, кто не в теме, это стекло со свинцом. Хрусталь плавится вообще при той температуре, при которой не все металлы плавятся. Он примерно как титан. Так вот, что я вам хочу сказать. С тем, что то, что я сказал истинно, я на практике познакомился в конце 80-х годов, когда было совместно советско-австрийское предприятие СВНСС. И по методу ФОЛЯ измеряли на биологически активных точках, фалангах пальцев рук-ног, какое здоровье болезни, когда что было феноменальные вещи, попадание на 100 из 100. Сейчас такого нет. Я даже, знаете, неправильно вам сказал. Это была другая методика измерения, не совсем методика ФОЛЯ, но близкая. Так вот, я убедился на примере родственников. Никто их не знал друг друга, они не знали. И вводили потом информацию, кодировали воду. Передавали информацию. Ну, это как вот гомеопатия есть. Она же тоже не совсем веществом лечит. А сверхмалые дозы, там идет воздействие за счет передачи информации, свойств. Вот и все. И здесь еще глубже эта тема. Так вот, я что хочу сказать. Это абсолютно факт, что не только само вещество действует, но и информация его. То есть, вот эта матрица, голограмма, образ, несет воздействие. И это абсолютная правда. Поэтому, значит, тот попытался объяснить, ну, другим. Ладно, не ему, другим людям. А если он поймет, я буду только рад. Идем далее. Спасибо большое за видео, Юрий Андреевич. Запишите когда-нибудь видео про морепродукты, креветки, мидии. Интересно узнать ваше мнение. Опять, я прошу, не пишите мнение. Я к этому так плохо отношусь. У человека не должно быть мнения. Знаете почему? Это мнение изгаженное понятие. Мнение сейчас какой-нибудь идиот выскажется, изгадит, а плюет все вокруг. И типа того, его не оскорби, этого фанфарона. Он сразу, я всего лишь мнение. Да ты не мнение сказал, ты оплевал все. Вообще-то сказать, ну, это я не к вам. Это я вот так вот усугубляю ситуацию. Мнение у него. Поэтому не мнение, знания должны быть. Или это суждение. То есть, то, что вы мнением называете, но это правильнее сказать. Вы хоть на основании чего-то судите о чем-то, а не просто непонятное мнение какое-то. Поэтому суждение. Насколько они вредны по отношению к мясу и рыбе? И со стороны этики. Они ведь не так чувствуют, как более крупные животные. Ну, тут, конечно, я понимаю, что пишет этот человек. Он пытается как бы вот с одной стороны получить белки, высокомолекулярные животные, но узнать, не так ли они вредны, потому что не так ли они высокомолекулярны, не вызывают ли они реакцию антигена-антитела. Как вызывают другие высокомолекулярные чужеродные белки, попадая к нам в организм. Вот от мяса, например. И вот человек как бы тут второй вопрос этический. Он хочет себя спросить. Не могу ли я себя чувствовать, так сказать, спокойно, покупая вот те же морские гребешки, что я не убиваю высших млекопитающих животных, не участвую в этом, ну, своими покупками и поеданием, а всё-таки это низшие животные, и они, вот так сказать, не чувствуют таких страданий и прочее. Ну, конечно, давайте, честно и откровенно я поясню. Действительно, конечно, низшие вот такие животные, как моллюски, например, к которым относятся и гребешки, что там мидии, это двустворчатые моллюски, да, как и гребешки, тоже двустворчатые. Креветки, это класс ракообразных. Ну, значит, у них вот нервная система, такая высшая нервная деятельность находится на более низком уровне развития. Головной мозг или его вовсе нет, как, например, у мидий, да и центральная нервная система более примитивная. Это всё правда. И в этом смысле, конечно, это не высшее животное, корова, которая на тебя смотрит, так сказать, плачет и видит, чувствует и эмоции, и любовь и так далее. Вы знаете, я в этой связи насчёт животных, знаете, что вам хочу показать? Кадр мне тут попал случайно, прям сегодня. Пробелочку. Это буквально идёт там, ну, минута, да, это вот эти вот такие маленькие ролики. Я вам сейчас его сюда вставлю, посмотрите, ссылку на канал, всё как положено, чтобы авторские права, так сказать, нарушены не были. Я вам лишь этим хочу сказать. Посмотрите, какие проявления не просто высшей нервной деятельности, а разума, характера и какого-то интеллекта, безусловно, проявляют, казалось бы, такие, ну, правда, млекопитающие, конечно, животные, как белки. Посмотрю я, что говорить про котиков, там, собак. В общем, посмотрите, маленький этот сюжет про белку, как она повела за собой ту женщину, которая подкармливала её, там, по-моему, орешками, и вот она повела домик свой показать ей. Вот тут трактовки быть не может, это чётко, не потому что на помощь позвала, чтобы было бы, тоже говорила бы об интеллекте, а просто показать свой домик. Это действительно, как мало мы знаем. Вот посмотрите. Когда был сильный ураган, девушка начала подкармливать белку и с тех пор очень сильно привязалась к ней. Но в один из дней белка схватила девушку за палец и как будто пыталась ей что-то показать. Девушка дошла с ней до дерева и белка вдруг начала взбираться ввысь, каждый раз проверяя, следует ли за ней девушка. I'm coming, I'm coming. Белка забиралась всё выше и выше, а девушка продолжала следовать за ней и, наконец-таки, она увидела следующее. Белочка решила показать своей спасительнице свой новый домик, над которым она усердно трудилась. Ну что? А вы знаете, что, например, дельфины, сейчас учёные, это всё уже, это просто научный факт, подтвердили, называют своих детей по именам и общаются друг с другом по именам. Но мы говорим о какой-то цивилизации, просто принципиально другой, не сравнивайте её с техногенной, человеческой. У нас цели и задачи другие, а у тех высших животных другие. Так что тут, как раз говоря, о поедании животных, бедных, тем более высших млекопитающих, это, конечно, немыслимо. Это, конечно, ну это сродни каннибализму, конечно же. Это страшное варварство, это страшное преступление, это беда. А что касается, конечно, вот таких, ну, моллюсков, ну, конечно, это даже и в десятки раз сравнивать нельзя. Конечно, в какой-то мере тут можно рассуждать, вот, и правы будут и с одной, и с другой стороны люди, и защищающие, в том числе этих животных. Но нельзя и обманывать, говорить, что, так сказать, это можно в какой-то мере их высшую нервную деятельность сравнить. Конечно, тут нет никакого ни темперамента у моллюсков разного, ни черт характера, ни каких-то чувств вот таких вот, так сказать, душевных. Это, безусловно, мы даже про это и говорить не можем. Если у них нервная система, конечно, есть. Конечно, есть. На раздражение они реагируют, так сказать, более этичные, ну, можно сказать, что более. Тут каждый принимает, так сказать, решение для себя. Треветки, конечно, это еще гораздо более высшие, развитые в плане нервной системы, так сказать, животные, в отличие от более примитивных моллюсков, вот в частности, мидии, гребешков или там виноградных улиток. Но, конечно, конечно, это вопрос тяжелый, такой, этический для тех, кто вообще вот задумывается об этом, да. А те, кто ест мясо, ну, и они, естественно, об этом и не задумываются, для них это даже смешно. Ну, в общем, понятно. Так что тут вот я вам не знаю, помог или нет. Если уж мы говорим про вопрос этический, сравнивая с высшими там млекопитающими животными, то, конечно, и в десятки, и в сотни раз даже нельзя сравнивать. И какая-то, если есть кармическая в этом смысле ответственность, ну, она будет, конечно, в разы меньше. Но тут смотрите сами, как в этом плане быть. Так, идем дальше. Здравствуйте, уважаемый Юрий Андреевич. Сразу и очень коротко. Одна из монументальных пропагандистов алкоголя, а я даже вот, ну, ладно, Татьяна Черниговская сегодня узнал, кто это такая. Думал, Червонская сначала, причем думал, неужели она, ну, это потомственный иммунолог там. Ну, ладно. Опасная еще и тем, что ее аудитория, вот этой женщины, она профессор, я посмотрел, это студенты, молодежь и интеллектуалы. Призывы к культурному питью, что есть еще страшная форма алкоголизма, ибо субъект уверен в своей правоте и безгрешности, да. Профессор Жданов очень тонко подмечает это и показывает всю трагичность картины. Ну, и чтобы противостоять этому террору и геноциду, необходимо усилие осознанных единомышленников-борцов, ибо враг силен, а народ не просвещен. Вы делаете героическое дело национального общечеловеческого масштаба. Благодарю вас, благодарю. Я не верю в светлое будущее, а каждый день делаю что-то для него. Это очень правильно. Даже если вы не верите в то, что в торжество там разума, справедливости и победы, вот так сказать, здравого смысла и то, что когда-то алкоголь будет признан таким же наркотиком, нелегальным наркотиком, как и героин и там кокаин, я в это все-таки верю. Я по крайней мере, ладно, надеюсь, и все для этого буду делать. Все. И вы делаете и правильно, и даже если не верите, делайте, потому что это правильно. Нижайший поклон и удачи вам. Благодарю. Что касается вот этой Черниговской, я не знал, кто это такая сегодня посмотрел. Я не нашел. Я знаете, как забил там в Ютубе Черниговская, но там по-разному забил, там алкоголь, про алкоголь. Я ничего не нашел. Ну, конечно, вы не на пустом месте и вы... Я вас только прошу, пришлите мне ссылку, кто-нибудь, люди, пришлите, граждане, эту ссылку, где она говорит, учит студентов или что-то такого рода про безвредность или, не дай бог, тем более, про пользу алкоголя, любых доз, культурно, умеренно, короче, про это. Я с радостью... Ну, я нашел там такие маленькие ролики были, тоже по минутке там и по несколько, и я, знаете, что посмотрел? Я ее слова, причем, дважды в разных видео, а я всего там посмотрел 4-5 там, для нее это прям такая... Я даже вижу, как гордость ее берет за то, что она такие открытия сделала насчет там левого, правого, правого полушария, что у мужчин, женщин по-разному там идет там иннервация и связи между полушариями и внутри одного полушария, поэтому мужчины в основном гениальны, бывают они женщины, ну, хотя бы она не феминистка. Но что меня покоробило? Она сказала, причем, на полной серьезе, она в полной своей уверенности, что она права в том, что гении даже вот не рождаются женщиной. Я, говорит, не видела, ну, например, говорит, я не видела ни одного женщину Моцарта, а вот это ее огромная ошибка, и мне кажется, что ей должно, конечно, быть стыдно, если кто-то ей подскажет, хотя очевиднейшая вещь, очевиднейшая, но если она это вот не понимает, я не знаю это. Вот я вам скажу, что женщина, правда, одна за всю историю человечества, сродни Моцарту, а я считаю, даже выше, была и есть. И гордитесь тем, что вы живете в той же стране, но большая часть моих зрителей в России, само собой, по крайней мере, русские люди или русскоязычные, для которых русская культура близка, своя, родная. Так вот, Александра Николаевна Пахмутова, величайший композитор, уровень, ну, значимости ее бессмертных шедевров, невозможно даже вот в полной мере объяснить и описать. Это надо понимать, я уж не говорю про то, как поколение, несколько поколений, она вдохновляла своей великой музыкой на великие свершения, бескорыстные великие свершения нашего великого советского народа. И те шедевры, которые написаны ей, не уступят в том, как они на душу человека действуют ни Ками, ни Бетховену, ни Моцарту, ни Баху, ни Чайковскому, ни другим великим, величайшим композиторам. А что касается количества этих шедевров, а не просто песен, ни у одного композитора, ни у одного нету столько хитов, как говорят, но правильно, шедевров. Так вот, поэтому она тут очень сильно не права, я не буду дальше комментировать, я не разбирался далее, я просто то, что услышал, сейчас сказала, насчет алкоголя увидите, услышите, пришлите мне ссылку обязательно. Идем далее. У врачей протокол, которым они свели в могилу миллионы людей, когда эфемерный К-19 бушевал на планете. Великая жатва руками врачей. За это им заплатили 30 серебряников. Не всем, конечно. Незнание не освобождает от ответственности. Это не врачи, это медадмины. От направления до диагноза целая длинная дорога, на которой пациент легко помоет. Не знаю, может помрет, вы хотели написать. Истинный врач видит болезнь сразу, и какое лечение порекомендовать. А в медицине, ну, вы хотите сказать, в современной, наверное, медицине, это очень важно, только продвижение продукции фармкомпаний, которые не только не лечат, но и калечит. Ну, вспомните, как вот эта вот стерва-то из Евро, из этого Союза, Урсула фон дер Ляйн, ведь она же протолкнула закупку, по-моему, американской, но она и служит Америке, вы вообще понимаете, люди, кто стоит у руля власти там, это же конченые, это вообще не люди, дегенераты, отщепенные, вырожденцы. Вот она за 70 миллиардов, ну, какую личную ей взятку, ну, ты понятешь, сколько-то дали откатов, сколько-то неизвестно, но он 70 миллиардов купила вредную, там, бракованную и даже признанный ими ВОЗом, там тоже, в том числе, вредную бракованную вакцину. Что же там говорит, правильно человек пишет? В медицине только продвижение продуктов, фармкомпании, которые не только не лечат, но и калечит. Возможно, временное облегчение, но ненадолго. Знаете, я скажу так, что я знал людей, мне вот просто из сотрудников даже вот местных тут Псковской области рассказывали, в случае даже, когда кто сделал себе вот эти дела, пошел, два человека в семье умерло, даже было такое. Я, конечно, не утверждаю прямо сейчас так, что это вот, так сказать, вот она прямая причина, но то, что это дело, а там что, полуживые, так сказать, культуры определенные, включая, конечно, связующие компоненты, сейчас даже вот обычные прививки, МБЦЖ и прочее, там и, понимаете ли, и ртуть и прочие дела, да, я уж не говорю про формальдегид и так далее, в разных, разные, так вот, все это не шутки, я советую вам посмотреть в плане вообще прививок, особенно там для детей, но это, так сказать, вот профессора Червонскую, которая, потомственный, так сказать, врач-эпидемиолог, иммунолог, найдите эти лекции, посмотрите, а что касается этого дела, это, конечно, ну, откуда ноги растут, ну, подумайте сами, не только вдоль Советского Союза, вот, бывших границ, так сказать, СССР, а теперь России, десятки баз из засекреченных, как вот были в том же Мариуполе, и не только там, с лабораториями, где биологическое оружие испытывается, создаются новые штаммы, новые заразы, новые, так сказать, ну, и вокруг Китая тоже, что там было, откуда началось, как, ну, я это прекрасно помню, наверное, вы тоже, может быть, знаете, нет, пояснить, ну, даже, по-моему, в каком-то видео и пояснял, правда, за это дело сразу удаляют ролики, поэтому так, понимаете ли, и иносказательно, и недоговариваю, но все вы, наверное, понимаете, о чем речь, поэтому это дело, конечно, страшное, это дело жуткое, это дело рук человеческих, а может быть, даже не человеческих, что называется, идем далее, насчет дороговизны товара, я тоже начала задумываться, за доставку, особенно, как дорого, ну, вот, около 2000 рублей было, взял с ДЭК, но только хорошо, что вы говорили, мы товары свои, но это кто не в теме, я заодно поясню, так сказать, у нас, у меня есть интернет-магазин, надгард.ру, мы отсылаем ваши заказы, наши товары в любые города России и страны мира, и вот, что касается, вот, женщины, которая вот взяла, видимо, вот, ну да, там доставка была с ДЭКом, мы никакого отношения, какое, надеюсь, понимаете, к транспортным компаниям не имеем, сколько они берут, это все их, что называется, их услуги, их доход, наши только расходы, мы только довозим, причем не в счет, не в счет это, не вставляем свои траты, своего водителя, курьеры там и так далее, ну ладно, но разик потратились, и теперь у меня запасы органического зерна, ясно, женщина заказала на нашем неглавном сайте, надгард.ру, на другом сайте, вот на этом, зерно, у нас биозерно, там крупы, мука, органическая, да, только биосертификатами, и вот, она там закупилась, и действительно, тут сумма доставки может быть какой-то значимой частью стоимости всего заказа, ну например, там заказ на 10 тысяч рублей, а доставка может быть 2 тысячи рублей стоить, а когда мы уже вот с нашего главного склада сайта надгард.ру отправляем какие-то заказы в регионы, то там, конечно, совсем другая пропорция, заказ может быть, смотря что там, и на 100 тысяч, или там 150, а стоимость будет полторы-две тысячи доставка, так что это вот связано с и компанией СДЭК, и с дальностью отправки, и с другими причинами, ну ладно. И вот теперь она говорит, у меня зато запасы органического зерна, чечевицы на месяц и хватит, а переплату компенсируют с лихвой те видео, которые мы без оплаты смотрим, как консультации по здоровью, питанию, и меняем свои жизни к лучшему, и детей многому учим. Я вот от кофе вообще легко отказалась после лекции Юрия Андреевича. Пила раньше чашку кофе по утрам с молоком, самая страшная комбинация. И не стала менее бодрой, когда перестала пить. И молоко более не покупаю, сливки иногда хорошего качества, и молоко кокосовое. Пью Иван-чай с разными добавками, чага, шиповник, можжевельник, розмарин, листья смородины, земляники. Это очень вкусно. Ой, много всего можно перечислять, что поменяло. То ли еще будет. Питание еще не совершенно в нашей семье Хельга. Ну, вот, видимо, странно, неужели за границу мы отправили? Ну, может быть. Нет, с нашего главного сайта надгар.ру каждый день мы отправляем что-то в другие страны, там, заказы. Просто по зерну, не помню, там, по-моему, стоит ограничение. А может, индивидуально так отправили, попросили нас, все-таки мы решили. Хотя нет, СДЭК точно не отправляет за границу, это только почта России. Ну, да ладно. Что я здесь хочу сказать? Некоторые считают, что дороги наши заказы. Понимаете, в чем дело? Если мы говорим о наших главных товарах, то сравнивать их с чем-то просто нельзя, потому что их не с чем сравнить. Процентов 60-70 это уникальные товары, изделия, препараты, которых просто нет нигде. И это, во-первых. Во-вторых, все наши товары, продукты, органические, экологически чистые, или там уникального состава, лучшего качества, самого лучшего производства. Производства лучшие, качественные, это большие затраты. И поэтому не могут стоить эти какие-то продукты меньше или так же, или чуть дороже, чем гадость. Разная, которая везде, круглый год, везде продается. На каждом шагу, что называется. Поэтому это же надо понимать. Ну, вот, человек вроде понимает. Ну, правда, всего лишь один раз заказал. Конечно, я полагаю, и вы видите изменения с своим здоровьем, что все-таки от того, что вы едите, как, зависит качество и продолжительность вашей жизни. А к тому же, вы правильно подметили, знак благодарности мне, о чем, к сожалению, многие не понимают, что мои ценнейшие лекции, знания, часть жизни, которую я на это трачу, наверное, стоит того, чтобы сделать обоюдно полезное и приятное дело, приобретать у меня мои товары, продукты разные. У нас около тысячи наименований на сайте надгард.ру или по-другому продукты от Фролова, ну, ссылку я оставлю, чтобы, так сказать, вот, и меня этим самым отблагодарить, и себе хорошее дело сделать, получить и кормить себя и свою семью качественной продукцией, ну, и, конечно, там, лучшими биодобавками, которые все равно необходимы. Тот же витамин D3, витамин К2 в липосомальной форме и прочее, и прочее, спирулин, хлорел, это же все у нас есть, самое нужное, самое необходимое. Ну, и, значит, покупая у меня, во-первых, вы поддерживаете отечественное производство, лучшие, редчайшие, именно, экологически чистые, и развитие много чего важного, нужного, хорошего, ну, и для народа. Ну, и к тому же, развитие новых технологий, появление новой продукции. Так что, все-таки, я вас так вот корректно призываю многих людей, кто почему-то еще не заказывал у нас великолепнейшие наши продукты, товары, все-таки это делать. Идем дальше. Юрий Андреевич, во-первых, большая благодарность вам, использую знания, поданные вами в сжатой форме для образования людей в теме здоровья. Во-вторых, касательно мета-церков апистархоза. В официальных источниках пишут, что они погибают даже при достаточной степени заморозки рыбы, например, при минус 41, это 7 часов. Ну да, и там идет, что типа минус 30, это там, не помню, 12 часов, а если там минус 22, грубо говоря, то там трое суток, да? Плюс термообработка при приготовлении. Профессор Хачатерян из Новосибирска утверждает, что рыбу вообще не надо употреблять, в том числе потому, что эти апистархи уничтожить полностью практически невозможно. Что уничтожить полностью, даже таким путем практически невозможно и каждый, кто хоть раз в жизни ел рыбу, уже имеет апистархоз гарантирован. Нет, конечно, смотря какую, если ел, еще раз говорю, в сибирских реках, где-то, и на Дальнем Востоке из озер рек пресную рыбу, именно пресную, которая была не идеально там прожарена, проварена, которая была провялена, или охлажденная в сыром виде, то тогда, скорее всего, есть апистархи, они поражают печень, они просто взрослые особи, этих плоских червей, они питаются клетками печени, нашими гепатоцитами. Я про это говорил очень подробно еще 10 лет назад, в моей лекции от 14-го года про паразитов, очень подробно рассказывал. Так вот, вопрос, хотелось бы из вашего опыта получить комментарий именно по этому поводу, вопросу, буду очень признателен, сам рыбу не ем, это для окружающих здоровья вам и там продуктивности. Ну вот я хочу сказать так, что минус 22-25 неделю проморозить и точно апистархов не будет. Что касается варки, термообработки, если она достаточно прошла и рыба сварилась действительно классическим образом или там поджарилась, 100% из 100, что никаких апистархов вы не занесете. Что касается морской рыбы, тоже апистархов вы с ней не занесете. Там есть другая, клонаркоз, похожая, но как бы и то не во все и далеко. Но в общем это проблема серьезная. Апистархи лечатся, выводится очень сложно. Сразу скажу, вот он есть антипаразитарная программа, набор, но если апистархи есть, к этому набору надо добавить еще и препарат Эспинель, полученный холодным способом из коры осины. определенный такой густой концентрат. Он губительно воздействует, скажем, выгоняет из печени апистархов. Ну и вот этот комплекс, месяц прием, можно еще месяц дополнительно пропить Эспинель, ну вот так сказать, в 95% случаев и апистарха бьет, что называется. Просто как-то травами выгнать его невозможно. И в этом смысле профессор Хачатурян прав, это действительно проблема очень и очень серьезная. Так, идем дальше. Уважаемый Юрий Андреевич, очень поддерживаю ваши здравые и прогрессивные идеи по всем темам. У меня мама поколения Сталина. Вот интересно, это вы написали, что-то, как Сталин 1879 года рождения, но я шучу, я понимаю, что вы имеете в виду, наверное, которые застали Сталина, родились тогда, то есть такая, значит, лет, там, может, под 90-е, или с Украины, сейчас живет со мной в Германии. И она говорит, с Хрущевым, с Хрущевым, стала совсем другая страна. И народ понимал это, безусловно. Если уже в 70-е годы, даже в 60-е, многие дальнобойщики ездили, знаете, как сами, была тогда такая мода, из жести тонкой, медной, выбивать, чеканить портреты. И вот портреты Сталина можно было часто видеть во многих фурах и даже в автобусы ставили водители, как знак протеста, что со страной твари сделали. Это правда. Народ это понимал. И сайт знакомств прекрасная идея. И грамотный разбор фильмов. Разбираться в потоках информации, от которой мы сами формируем разные формы реальности. Ну, что надо, мол, разбираться. А насчет сцен курии и питья это все идет по плану Хабата, уничтожения русских с планеты. Ну, есть, наверное, такой план. И за это Верховный Думе хорошо платят и Путин их назначает. Делайте выводы. Ну, это, так сказать, вопрос, конечно, я понимаю, что такой себе, как бы, можно задать. Все ли так? Не совсем все так. Не совсем все так. Не совсем. Но это будет абсолютно точно ясно в ближайшие пять лет. Абсолютно точно. Ага. Вот и неправда. Ну, а если серьезно, это другой человек пишет, я пытаюсь привлечь внимание Фролову Юрия Андреевича в связи с загруженностью кучи там, кучи подписчиков. Очень хочу разбор донорства именно стоит или нет со стороны здоровья. Донора, вы, правда, не написали чего. Но если мы говорим о крови, обычно про кровь говорят, доноров, то именно со стороны здоровья вашего, как донора, если вы донор, ну, особого здоровья нет. Вы же теряете очень много форменных элементов крови, разных тромбоцитов, эликоцитов, эритроцитов, и вы должны их синтезировать новые. На это тратятся ресурсы организма. Ну, и, конечно, есть определенные ситуации, когда это может быть полезно, но в основном нет. И в этом смысле, с точки зрения вашего здоровья, это, конечно, не очень правильно. Даже многие религии запрещали это делать, даже христиане думали, что это вот ортодоксальное, что это вот душа, она как раз в крови, и что вот вы часть себя отдаете, а с ней и часть личности, сущности вот другому человеку. Это неправильно, это против замыслов Творца. Но я хочу здесь вот что сказать, что с точки зрения человека, которому переливают кровь и спасают жизнь, жизнь, действительно, это, конечно, нужно. И поэтому донорство, в общем-то, нужно. Нужно. Хотя есть и искусственная кровь. Она, кстати, была создана нашим советским великим ученым, которого загнобили враги народа и предатели, окопавшиеся везде, в том числе в Академии наук, завистники подлой людишки, которых растлили как раз после Сталина. Вся эта сволочь. Вот Хрущев с его бандой. Ну, так вот, и тем самым, страну нашу, как говорится, голыми руками растащили уже к 90-м. Ну, а донорство, оно, конечно, нужно. Но что касается прям вам для здоровья, ну, пользы здесь большой нет. Вы знаете, я вот смотрю, а оказалось, что аж еще 4 или 5, да, даже целых 5 писем не разобрано, а ладно бы по мелочи, но среди них то, что кульминацию бы сделало этого видео, а именно той дамочки. А дамочка это такая либеральная вражина. И вот она тут мне написала хамство, возведенное в принцип. Но многим это нравится. Права была Пугачева. Ну, насчет психологии рабов, что народ быдло и рабы. Вы знаете что, давайте-ка я вот с этого, может быть, и начну следующий свой выпуск ответа на вопрос, а то уже чуть ли там не, ну, сильно за час. Сильно за час, долгая будет обработка, сложная, и, так сказать, это все-таки перебор для прослушивания. Но вот с этого я и начну следующий выпуск ответов на вопросы. Именно вот с этого письма я это точно не забуду и сейчас себе помечу. Ну, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Пишите свои отзывы. Значит, я буду ждать ваши письма. Пальчик вверх. Напишите комментарии. Ну, и перешлите ссылку на это видео своим друзьям, близким, знакомым. По крайней мере, если темы какие-то важны для вас, а вы хотите донести их до ваших друзей, товарищей, пересылайте. А заодно тогда уж пришлите им, если мы говорим про алкоголь или, вот, так сказать, вот этих Савельева, Михалкова и прочих, кто публично пьет, курит и так далее, то возьмите еще заодно, прикрепите прошлые мои рубрики «Ответы на вопросы», где про это я говорил. И пошлите и это им заодно. Ну, на этом все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья и до новых встреч. До свидания.